Всем привет! Сегодня провел небольшой эксперимент с халявой. В общем, дождался, когда начнется раздача. Зашел за один цент. Но ничего не успел купить. Все, как всегда, разобрали эти чертовы боты. Итак, я ничего не успел купить. Меня от этого бомбануло. Я начал просто тупо скроллить ленту. Кстати, знаете, как лучше всего скролить ленту? Смотрите. Сейчас обновлю. Здесь в основном загружается по 5 рядов. Вот раздача. Видите? Видно у меня на экране. У меня широкий экран. Ну, в принципе, как и у всех на новых смартфонах. Вот. Здесь видно 3 сейчас. Вниз проскроллим. Видите, еще догрузилось 2 штуки. Вот. Еще 2 открываем. Потом резко вниз. И еще 3. То есть по 5. По 5. Загрузка идет по 5 товаров. Ну, по 5 рядов. 10 товаров, в общем, получается. Два столбика и вниз 5 строчек получается. Вот. 5 строчек прогружает. Поэтому, знаете, как удобнее скроллить. Вот так. Две строчки открыли, а потом резко раз. И остальные 3 загружаются. И так далее. Вот так. Раз. Раз. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Ну, и так вот. Тупо ленту скроллил в течение часа после раздачи. Вот. После того, как я ничего не успел купить. И знаете что? Я получил очень много халявы, собрал. Которая появилась чуть позже. Не вся халява появляется ровно в час раздачи. Допустим, у нас в пакастанском времени это 13 часов дня начинается раздача. Вот. И не вся халява появляется именно ровно в 13 часов. Она может появиться в 13.05. Может, не знаю, в 13.07 появиться. Может вообще там ближе к 14. И самое главное еще. Остальная халява, вот, которая по правилам, по правилам Алиэкспресс. Если человек забронировал какой-то товар, халяву. Если он в течение часа, он ее не оплатит, то эта халява возвращается снова в раздачу. И в 14 часов, получается, через час после раздачи, первой, она снова появляется в раздаче. И можно ее схватить, если успеете, конечно, опять же. Вот. Я успел также в 14 часов поймать одну халяву. Сейчас у нас вот уже почти 15. Наверное, опять какая-нибудь халява через час появится. Ну, у меня на сегодня уже хватит этой халявы. Сейчас покажу, что я выиграл. Просто имейте в виду то, что вся халява, она не сразу прогружается в час раздачи. Она может в течение дня. Я как-то раз вообще в 22 часа вечера ночи халяву споймал одну. Так, смотрим все заказы. Смотрите, что я выиграл. Какой-то светодиод выиграл. Потом какой-то пакет для продуктов в холодильник. Это я вообще не знаю, что это такое. Стикер, наверное, да, стикер какой-то. Совушка с бантиком. Серги какие-то китайские. Потом вот адаптер, USB, OTG кабель. Кабель, говорю. Адаптер. А, Type-C. Непонятно здесь. Ну-ка, сейчас закрою. Здесь просто разные они есть. А, USB на USB Type-C. Классно, мне такой как раз нужен был. Так, потом еще какой-то... Что это такое у нас? Бижутерия какая-то. Медицинская эта штучка. Забыл, как называется. Прикольно. О, смотрите, она большая. Я думал, чуть меньше будет. Прикольно. Продам кому-нибудь или подарю. Так, это все за сегодня я выиграл, смотрите. И вот еще краску для волос. Уже второй раз выигрываю черный цвет. Сколько штук я выиграл? Так, это я вчера купил. Значит, вот сегодня начинается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь халяв. Прикиньте, семь халяв за один час выиграл. Офигеть. Вот, поэтому... Ну, если честно, если честно, то это того не стоит. Видите, здесь в основном все ерунда за один цент хотя бы. Но это недорогие товары. Это вообще мусор, можно сказать. Никому не нужный хлам. Там бывает, конечно, можно выиграть какие-нибудь ценные вещи. Там, не знаю, или... Ну, бывает, да. Не знаю, из одежды можно что-нибудь хорошее выиграть. Такое прикольное. Или еще из техники какую-нибудь мелочевку. Ну, тоже прикольно. Но я в основном вот такой хлам выигрываю. Если вы давно подписаны на мой канал, видели, у меня почти каждую неделю распаковочки. Чуть ли не каждый день. Все за один цент. И в основном там всякое барахло. Некоторые товары даже по сто раз выигрываю. Одно и то же. Вот. Что я хочу сказать. Это того не стоит. Вы тратите очень много времени на какую-то ерунду. Это для тех только... Это только для тех, кто принципиально хочет выиграть халяву. Кто хочет получить халяву. Некоторые люди уже, у них прям мания такая. Ну, как у меня вот, допустим. Нужно получить халяву, такая цель. Чтобы не купить там за деньги, а чтобы за один цент там. Вот. Но вы будете тратить очень много времени на это. Поэтому, если вам это не нужно, то даже не пробуйте. Все, в общем, такие дела. Подписывайтесь на канал. Скоро будет, через месяц, наверное, придет вот эта вся халява. И будут распаковочки. Кстати, сейчас еще покажу, что я тут выигрывал-то. Вот вчера выиграл кисточку какую-то. Это что у нас? Стекло на Redmi. Два стекла. Вот, смотрите, какие-то башмаки выиграл. Женские. Вот краску для волос трое раз выиграл. Так, вот этот вот я нечаянно схватил за 6 долларов. Блин, видите, в чем еще проблема? Можно схватить за доллары. То есть, платную доставку там бывает, так попадается. Вроде за один цент, но там потом выставят счет. Вот как у меня получилось. Слишком поторопился и схватил за 6 долларов. Ну и хорошо, я сразу успел отменить этот заказ. Продавец согласился, отменил заказ. И скоро мне вернут мои денежки. Так, смотрите, неплохой чехол выиграл с кольцом. Вот на Samsung Galaxy. Российский флаг выиграл. Кстати, еще австрийский флаг выиграл. Прикольно. Детские рукавички какие-то варежки выиграл. Вот еще за один цент чехол Huawei. А я его даже на двух смартфонах выиграл. Их слишком много было раздачи. Вот эти кольца с руками. Вот я их кучу выиграл. Раз, два, три. Смотрите, три подряд уже идут. Четыре подряд идут. Охренеть. Вот какой-то адаптер выиграл. Чехол выиграл. Еще чехол выиграл. Так, ну, это уже заказывал на велосипед. Этот на продажу. Вот эту херню выиграл. Защита для изгиба кабеля. Прикольно уже получил. Вот стеклышко какой-то защиты. Ну, в общем, вот такие вот. В основном чехлы выиграл. Всякие резинки, видите. До хрена у меня всяких этих товаров было. Вот опять. Ну, в общем, такие дела. Вот такие маленькие безделушки. Выигрывать за один цент. Ну, тоже халява, зато приятно. В общем, если вы хотите покупать за один цент, то у меня есть подробная видеоинструкция, как это сделать. Как обменять монеты на товары Алиэкспресс. Ссылочка будет в описании под этим видео. Переходите, читайте описание под тем видео. Там подробно все расписано пошагово. Как лучше всего, как легче всего выиграть халяву. Я говорю это как, можно сказать, мастер халявы. Можно, конечно, установить вот эти вот приложения, чтобы за вас боты выигрывали. Но там нужно будет, я не знаю, данные своего аккаунта, логин и пароль вводить. И тем более свою банковскую карту. Это уже на свой страх и риск. Я лично ни за что такое не установлю себе на телефон, чтобы какое-то стороннее приложение, помимо Алиэкспресса, но Алиэкспрессу еще можно доверять. А вот какое-то там, не знаю, левое приложение, чтобы она банковской картой твоей владела еще и... Нет, это без меня. Спасибо, конечно. Я лучше буду такого мелочевку выигрывать. Зато много. В общем, подписывайтесь на канал, читайте описание, пробуйте. Всем удачи!